Всем привет! Меня зовут Марша и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам расскажу о книге «Тайны замка Роксфорд Холл» автор Джон Харвард. И кому интересно, то оставайтесь со мной. Заранее хочу извиниться за сумбурное видео. Я изначально знаю, что оно будет именно таким. Потому что, я думаю, многие из вас знают, что это истории из разряда семейных тайн, каких-то загадок. И рассказывать о таких книгах достаточно сложно. Поэтому, в общем, я попробую. Поэтому давайте начнем. В этой книге рассказываю дело о поместье. Само название которого написано на обложке «Роксфорд Холл». Это поместье принадлежит Роксфордам. И на протяжении нескольких поколений там исчезают люди. И исчезают они при весьма странных условиях. Описание этих условий описано в самой книге. Там все достаточно просто. Такие мистические штучки, как удары молнии и доспехи. Кто читал меня, поймет. Кто не читал, вы поймете про прочтение книги. И пытаются разгадать, как же все-таки считают люди. Потому что мы живем в обычном мире. И что за вообще такое происходит в этом замке сверхъестественное. Само повествование идет, если я не ошибаюсь, в 19 веке. То есть это намного раньше, чем мы живем сейчас. Но это не мешает нам не окунуться в ту атмосферу. То есть там нету каких-то таких явных признаков именно старины. Если кто-то такое не любит. Но все же там присутствуют некоторые формальности, некоторые условия жизни, которые присущи им на 19 веке. Начинается история с описания вообще нашей главной героини, назовем ее так. Хотя я думаю, что в этой книге существует несколько главных героев. Дело в том, что эта книга написана в плане такого дневника. Вначале мы главу читаем от одного человека, потом главу со стороны другого человека, потом как выйдет ситуация третий человек, что с ним происходит. И в общем мы слаживаем это в одну картинку. Книга начинается очень скучно, потому что мы еще не понимаем вообще, что тут происходит. Но где-то около середины книги, если вы будете хотя бы понемножку заставлять себя читать, к середине книги вы точно втянетесь. Даже не к середине книги, первые 100 страниц и все, и вы втянетесь. В этой книге присутствуют довольно странные, необычные персонажи. И в этой книге просто непонятное и запутанное генеалогическое древо, потому что когда я сидела и читала эту книгу, у меня в голове рисовались так, вот это родственник вот этого, вот это родственник вот этого и что? Я сидела в нем много недоумении, но в принципе все понятно. То есть тут главное просто не проворонить это изначально, и в основном все будет хорошо. Несмотря на то, что я раньше не читала книги из разряда семейных тайн, мне очень понравилось именно такого формата книги. И когда я читала, я не знала, как это все закончится. Даже когда книга уже вот-вот закончится, у меня все равно было немного другое мнение насчет концовки, как это все раскроется. Но конец меня удивил и даже немного обескуражил, потому что, ну, такого я, наверное, не ожидала. Я не скажу, что здесь что-то очень удивительное или что-то очень волшебное, что-то невероятное, нет. Это обычная история, которая постоянно держит напряжение, которая постоянно дает мозгу какую-то информацию, чтобы мозг ее обрабатывал, составлял какие-то свои предположения. Эта книга вряд ли подойдет для того, чтобы просто читать, расслабиться, но эта книга очень хорошо отвлечет от каких-то ваших, наоборот, обстоятельств, которые втягивают вас, чтобы думать. Я просто не могу не уделить внимания описанию этого замка, потому что очень зловещее описание, очень правильное, я бы сказала. Здесь присутствуют и некоторые художественные замыслы, то есть несколько наших героев пытались нарисовать этот замок. Опять же, описываются их картины, как они видят этот замок. И это тоже дает нам какую-то информацию, и мы видим этот замок как бы с разных сторон, от описания каждого человека. Я уже вам говорила, что в этой книге ведется описание от разных людей, и как каждый видит этот замок, что вообще происходит в этом замке, как они это воспринимают, и все в таком духе. Честно, я вот сейчас хожу вокруг да около этой книги, то есть не вдаюсь ни в какие подробности конкретные, потому что я боюсь лапнуть что-то лишнего. Поэтому, грубо говоря, я хожу вокруг нее, и ориентируюсь только так по каким-то маленьким признакам, по маленьким качествам, потому что боюсь рассказать лишнего. Что касается моего мнения об этой книге, то мне эта книга понравилась, и так как я читала первый раз что-то подобное, то эта книга является своеобразным путем, есть такое слово, путем в новый мир, в мир семейных тайн. Я рада, что я начала именно с ней ознакомиться, вот это что-то, знаете, такое между детективом, мистикой, что-то вот такое, и вот и получаются какие-то непонятные семейные тайны. Если затрагивать оформление, я думаю, долго на нем останавливаться не стоит, все, кто видел эту книгу вживую, я просто уверена, хоть как-то да восхитятся этой обложкой, и выглядит она, так знаете, недешево, и солидненько. Кому эта книга подойдет, и кому нет? Я думаю, что ее можно читать, в принципе, с любого возраста, ну, как с любого, ну, лет с 12, с 11, я не знаю, просто мне кажется, с любого возраста эта книга вполне подойдет. Здесь нету каких-то явно выраженных ужасов, поэтому ничего такого не бойтесь. Эта книга подойдет тем, кто любит истории из разряда семейных тайн, те, кто любит загадки, какие-то странные происшествия, все, кто любит истории о замках, причем странные истории о замках, это вам тоже подойдет. Эта книга подойдет и мальчикам, и девочкам, и, да, я думаю, больше, в принципе, и нету никаких таких ограничений и условий. Эта книга подойдет всем и всякому. Да, вот такое вот видео, я вам так вокруг да угла описала и рассказала об этой книге. Напишите в комментариях, читали ли вы эту книгу, как она вам понравилась или нет, какая часть вам больше всего понравилась, описание кого именно. Думали ли вы изначально так, как получилось, но, пожалуйста, без спойлеров, попытайтесь это так зашифровать. И мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Кто не хочет писать в комментариях, пишите мне ее в социальной сети, ВКонтакте, в сообщениях. Мне будет очень интересно с вами обсудить эту книгу, потому что я не видела как таковых обзоров на нее, потому что многие боятся снимать, я тоже боюсь. Поэтому да, вот такая книжка. И на сегодня это все. И буду рада вашим пальчиком вверх, комментариям внизу. И да, всем удачи, пока!